Украина продолжает восстанавливать Донбасс. Сегодня Институт иностранных языков, который до начала боевых действий переехал в Бахмут, получил новое общежитие. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Виктория из города Счастье Луганской области. Изучает профессионально английский и французский языки. Для нее и сокурсников сегодня открывают общежитие на 100 человек в подконтрольном Украине, Бахмуте. Это очень большое событие для всех и студентов, и преподавателей нашего института. Очень веселая, которого мы очень долго ждали. Это хорошее событие, что у нас наконец-то появилось наше общежитие, и ребята смогут спокойно, нормально, в хороших условиях здесь проживать. Три года назад известный в Донбассе Горловский Иньяс вынужден был переселиться в Бахмут. Сюда переехали преподаватели и около тысячи студентов, в основном из Донецкой и Луганской областей. Дуже важко было проживать, выживать без материальной базы. Университет переехали просто люди, студенты и выкладчики. И сегодня, когда этот институт будет иметь жилье для студентов, это очень важно. И для нас, для базового университета, и, конечно, для тех людей, которые стали переселенцами. Президент второй раз за минувшие несколько дней на Донбассе. В соседнем Покровске открыл школу, в Бахмуте – общежитие. Здесь до передовой полчаса пути. По словам Порошенко, он убежден, что Горловский институт вернется в родные стены. Как только перестанут стрелять, будут созданы все условия для того, чтобы Украина повернулася на Донбасс. А ваш, шановный, вы значительный учебный заклад, Горловский институт иноземных у Донбассского государственного педагогического университета, имеет возможность повернуться к другому. Пока что новый дом на освобожденной территории обрели около 700 студентов и преподавателей. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области.